Приветствую вас и начну я, наверное, ответ на ваш вопрос так Любая зависимость есть по своей сути наличие определенных потребностей Любая зависимость есть подпустота внутри сознания души человека, которую он не может заполнить По аналогии с зависимостью наркотическая и любой другой Почему люди впадают в зависимость? Потому что у них есть что-то, чего им не хватает Есть какая-то неполнота, и они стремятся обрести эту самую целостность именно в этой зависимости Ведь люди полные, самодостаточные в зависимость не впадут Они находятся в гармонии с собой и представляют собой экосистему, закрытую или открытую, неважно, но Которая полностью себя на духовном и чувствительном уровне обеспечивает У вас, если вы впадли в зависимость, это происходит не так И проблема здесь окружается в том, основная Что вы терпите фактически то, что не являетесь на первом месте для своего мужчины Вы не являетесь первым для него У него всегда есть жена, к которой он уйдет Есть ребенок, который тоже нуждается в отце и так далее И вот это ключевой момент Вы недостаточно себя любите У вас недостаточное количество самооценки, недостаточное количество гордости, самолюбия для того, чтобы понимать Мужчина вас использует Намеренно ли или нет, не важно, он вас использует И, конечно, он говорит, что вас любит Ведь он не может сказать Дорогая, я тебя не люблю, а просто пользуюсь тобой, потому что мне женой не очень хорошо Или, например, меня жена не очень удовлетворяет Он не может так сказать Поэтому, конечно, он говорит, что он вас любит И он, наверное, действительно верит в то, что говорит Но, тем не менее, это не так Потому что, если человека любишь, вы только подумайте об этом Если человека любишь, то хочешь, ему счастье А мужчина тем, что он не уходит от жены И вас не отпускает Заставляет вас только страдать Почему? Потому что так выгодно ему Не вам, ему Так защищаются его интересы Вы посмотрите на ситуацию И посмотрите, кто в этой ситуации выигрывает Его жена? Нет Ей изменяют Вы? Нет Вы все время на втором месте Все время его ждете Кто выигрывает? Мышин У него есть и жена И ребенок И вы У него есть все И это не любовь Потому что он думает только о себе Ваш мужчина И Здесь После того, как мы Осветили первый элемент Который Призван помочь вам Осознать Что То, что вы делаете Делаете Как бы сказать Под Давлением И для мужчин Но не для себя А далее Следует Отметит Что Вы На конце своего письма Написали То вы не можете Побороть себя И уйти навсегда Вас что-то держит Вот что Именно Вас с ним держит Любовь Опять таки С вашей стороны Ну Любовь Вряд ли Потому что Знаете Когда любишь Опять таки Хочешь сделать человека Счастливым С вами Мужина счастлив Безусловно Но если Он с вами счастлив Почему он уходит Он же Может развестись Он же может Навещать ребенка По-прежнему Если разведется Но он этого Ничего не делает Препочитает Действовать На два пленка И вы Самое что интересно С этим меритесь И потому Думается Мне Что Вряд ли Его жизнь Можно назвать Жизнь Мужины Счастливой Если он Живет По сути В постоянном Страхе Что например Его измены Раскроются Или что Вы его Бросите Вам надоест Вряд ли И вы Ему В этом ключе Счастья Так же не желаете Вы Вы с ним Потому что Вам с ним Хорошо Вы сами Пишите Что Вы счастливы Только Тогда Когда Рядом с ним И вот Этот момент Самый важный Что Вам дает Такого Пребывая Рядом с мужчиной Что Вы Без этого Не можете Ощущение Себя Женщиной Это Вряд Ли Потому что Вы Можете Быть Женщиной С Любой Мужиной Он Дает Вам Ощущение Вероятно Нужности Ощущение Полноценности Ощущение Целостности Ощущение Например Лежности Ему И К чему-либо Вы Не Чувствуете Себя Такой Потерянной И Судя Потому что Вы Пьете Успокоительно И Плачете Без него У У У вас Нету Каких-либо Серьезных Хобби Увлечений Кроме Работы Которые Вы Могли Бы Выставить На Замену Мужчину А работа Это Понятно Просто Источник Доход И Вот Возникает Вопрос Почему Вы Воспринимаете Эту Ситуацию Так Что Мужчина Вам Нужен Через Него Вы Реализуете Какие-то Свои Желания И Свои Интересы Потом Понять Какой Предмет Какое Направление Воспринимаете Сожелания И В этом направлении Двигаться Самосвоятельно Но Уже Без Этого Мужчина Потому Что Он Не Более Чем Средством Для Рестижения Вами Того Чего Вы Хотите Или Того Чего Вы Потеряли Это Необходимо Выявить Скорректировать Устранить И Тогда Вы Постепенно Освободитесь Как И С любой Зависимостью Здесь Действует Обликная Терапия То есть Зависимость Это Привычка И Как И Любая Привычка Она Продиктована Не только Самим Предметом Привычки Объектом Но Еще И Сопутствующими Обстоятельствами Еще И Ассоциациями И Их Нужно Загли Все Устранять Чтобы У вас И Мысли Не Было Лишний Раз О том Чтобы Чтобы С этим Мужчиной Пересечься Поговорить И Т.д. В идеальном Варианте Оптимально Чтобы Вы Вообще Не Пересекались И Для этого Если Вы Решите Уйти То Работу Скорее Всего Придется Сменить Потому Мужчина Всегда Будет Находить Рычаги Чтобы Вновь Надавить На Ваши Слабые Точки И Вновь Подчинить Вас Сила Вашей Воре Недостаточно Развита Чтобы Этому Противостоять В Должной Мере И Потому Тут Нужно Действовать Решительно Спросите Себя Какому Будущему Ведет Такое Время Проводение Ведь Мужчины Как я понял Даже Не обещают Бросить Свою Жену Обещают Развестись Терапии Существует Такой Прием Есть Ситуация Фигура И Фон Фигура Это Ваш Мужчина И Вы Видите Только Его А Есть Фон На Который Внимание Не обращается Так Так Безвыходные Ситуации Храняются До тех пор Пока Вы Не Уберите В своем Сознании Мужчину Представьте Себе Мир Ситуации Без него И Благодарят Пока Желаю вам Удачи Всего Доброго 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 Всё Да Т В К